Мир вам, братья и сестры. Слава Богу за эту возможность. Мы еще раз в этом вечернем служении поклонимся нашему Господу. Попросим еще благословения на эту предстоящую неделю, которая перед нами рабочая, чтобы Господь сохранил нас и детей наших. И я хотел прочитать место, которое записано в 25 главе книга «Бытие», 25 глава, 8 стих. И скончался Авраам, и умер в старости, доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак, и измаил сыновья его в пещере Махпела, на поле Ефрона, сына Сахара, Сахара, хитиянина, которая против Мамрия. Я думаю, что это место вы все читали, вы все знаете это место. Я просто хотел продолжить эту тему, которую в прошлый раз мы рассуждали, что последний этап нашей жизни, когда наступает старость. Мы посмотрели на те места, что может в старости сопровождать нас, положительные, отрицательные моменты в жизни. И в последний момент нашей жизни наступает смерть. И мы читаем, что скончался Авраам и умер в старости, доброй и престарелой, насыщенной жизнью. Я бы хотел спросить вас вопрос. Сколько прожил Авраам? Авраам? Сколько? 175, правильно. Слава Богу, знаем. 175 лет прожил Авраам. И жизнь его была очень прекрасной. Он много прекрасных ледов оставил. Что по сегодняшний день, и не только на Авраама, как сказать, претендует народ израильский, но даже мусульмане, они знают Авраама, его жизнь, они почитают его, что они считают, что они являются первенницей Хизмаил, и израильтяне по-другому, потому что Библия говорит ясно, что он прожил такую длинную жизнь, 175 лет. Его жизнь была насыщенная, долгая, благословенная, братья и сестры, благословенная жизнь Авраама. Я бы хотел еще один вопрос спросить вас. Как назвал Бог Авраама? Кем он назвал его? Правильно, другом, братья и сестры. Жизнь прошла. 175 лет он прожил, и Бог назвал его другом. Утаю ли от друга моего то, что Бог хотел сделать? Бог говорил ему, смотрите, какая прекрасная жизнь. Господь его благословил. И сегодня, если поедешь в Израиль, мы можем найти вот эти памятники, связанные с Авраамом. Прожил насыщенной жизнью, братья и сестры. И вот этот последний момент, к нему нужно быть тоже готовыми. И он был готов. Он насытился этой жизнью и приложился к народу своему. Его погребли его собственные сыновья в пещере Махпела. И как Иова написано, такое место, 5 глава, 26 стихом написано, «И войдешь во гроб зрелости, как укладываются снопы в свое время». Какой это прекрасный итог жизни. Войдешь в гроб зрелости, как укладываются снопы пшеницы. И знаете, когда мы видим, как пшеницу складывают снопы, как они красиво стоят. Вот так жизнь праведника, который прожил его, как эти снопы укладываются в доброй старости. Как это приятно и хорошо. Жизнь, проведенная с Богом, какое-то благословение. И Авраам написано, в жизни своей написано, что он садил рощи. Это был его след, где он останавливался. Это благословение, это благословенная жизнь. И в Бытие, в 15 главе, опять же, о нем говорится, «А ты отойдешь к отцам твоим, когда Бог ему сказал о будущем, к отцам твоим в мире, и будешь погребен старости доброй. Отойдешь к отцам своим в мире». Как это хорошо, уходить в мире с земли, когда человек не имеет мира, и наступает этот момент, он мучается. Он ищет всякой возможности, чтобы примириться. Не только верующий человек, и даже неверующий. Отойдешь в мире. И как хорошо отходить, чтобы встретиться с Богом в мире. Прежде всего, со своими родными, которые провожают тебя в мире, уходишь от них. В мире с Господом. И тогда для таковых Господь приготовил особую вечность, братья и сестры, благословенную вечность. О Геоне сказано, что он умер в глубокой старости. Смотрите, он был судьей Израиля. Глубокая старость. Он умер в этой старости. Можно много было еще перечислять такие моменты. Я бы хотел еще обратить на одного человека, который не прожил, может быть, долгую жизнь, как Авраам, 175 лет. Он прожил всего 70 лет, братья и сестры. Ну, еще Бог даст, если еще чуть больше 11 лет, мы тоже достигнем уже такого возраста, 70 лет. Если Бог даст, конечно. И этот человек тоже был благословенный, хотя многие не очень относятся к нему, как к пророку Господню, потому что они находят какие-то преткновения в его жизни. Но сам Бог отметил, братья и сестры, его жизнь. И когда мы читаем, я, наверное, прочитаю побольше стихов, это записана вторая книга, Паралепинон, 24 глава. Вторая. Это первое, я припомяну, 29 глава. Я буду читать 26 стиха. И Давид, сын Иисеев, царствовал над всем Израилем. И времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Вот жизнь его закончилась. Он царствовал 40 лет. И вот такая жизнь его насыщена. Было многими событиями. И мы, наверное, каждое собрание всегда вспоминаем и читаем, возможно, из этой книги о жизни Давида. Потому что она насыщена вот этими добрыми примерами, добрыми благословениями. И, знаете, о нем тоже что-то Бог сказал. Кто помнит, что Бог сказал, кто он является для Бога? Правильно. Муж по сердцу Божию, братья и сестры. Смотрите, опять характеристика самого Бога. Подчеркнул, какой он был прекрасный мук. По сердцу Бога. И он желал, чтобы даже построить дом, ковчег, чтобы это был дом для Бога. Вот такие желания его были, знаете. Он особый был человек. Всегда стремился к этому Божьему. В собрании святых народа своего. У него было много благословений. И как у всех нас, грешных, у него были тоже свои ошибки в жизни, которые он допускал, как и мы с вами, братья и сестры. Но у него было очень много благословений в его жизни. Его жизнь была очень благословенная. И когда мы читаем вот в одном псалме, помните, я бы хотел спросить, вот для вас, Давид, какая его характеристика? Кто он был? Вот несколько характеристик. Дайте Давиду. Кто он был? Муж? Ну, по сердцу Божьему, еще желаний. Так, правильно. Прекрасный певец, автор многих песен. И еще одно, братья и сестры, он был муж, когда мы читаем его псалмы. Что это за псалмы? Псалмопеец. Псалмы молитв. Знаете, когда мы читаем вот перед началом наших служений, обычно, особенно в России, мы всегда читали псалмы Давида, приглашаем людей к молитве. Он был муж молитвы. И один из псалмом закачивается самым последним стихом. Кончились молитвы Давида, сына Исеева. Действительно, когда читаем его псалмы, это был муж молитвы. Он обращался к Богу в радости, в скорби. Знаете, это был прекрасный человек. Он много составил прекрасных песен. И он прославлял, любил прославлять Бога своего, который помогал ему, благословлял его, оберегал его, братья и сестры. Это был муж молитвы. И когда он умер, и записан самый последний стих, кончились молитвы Давида, сына Исеева. Все. Старость его. Старость его была наполнена молитвами. И не только его старость, а вся жизнь его была наполнена молитвами. И когда наступает эта старость, братья и сестры, нам нужно чаще молиться. Чаще молиться за себя и чаще молиться за наше поколение, за наших детей, за наших внуков, за наших правнуков. Я думаю, что вы это и так делаете. Правда, братья и сестры? Мы всегда молимся. И он является примером. И когда его жизнь закончилась, закончились его и молитвы. Молитвы Богу о себе и о своем поколении. Еще одно есть место, которое мне нравится. И когда я сидел и вдруг вспомнил это место, где написана вторая книга царства об этом же муже. 23 глава. 23 глава. И начинается так. Вот последние слова Давида. Изречение Давида, сына Исеева. Изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Иаковлева, и сладкого певца Израилева. Какие чудные слова. Кто-то записал эти слова. Но это еще не конец, братья и сестры. Следующий стих, который очень, ну, взволновал мое сердце. Здесь говорится. Дух Господен говорит во мне. И слово его на языке у меня. Знаете, через него Дух Божий говорил. Иногда в старости, когда наступает эта старость, и, может быть, молодое поколение не очень смотрит, ну, с уважением, с почтением на пожилых людей, но они не знают, что в этих пожилых людях, на них пребывает Дух Божий, которые жили этим Господом, своим Богом, как вот здесь написано, что этот особый муж, поставленный высоко, помазанник Божий, сладкий певец Израиля, и Дух Господен, Он говорил через него, братья и сестры. Слово его было на языке у него. Как это приятно, когда человек в молодости насыщает себя этим Словом Божиим, когда он слагает вот это слово в сердце его. Как это важно. Потом, когда приходит старость, и когда на языке вот это вот слово, живое Слово. И когда приходят молодые, у них есть что дать, какой совет молодым людям. Вот в этом человеке был Дух Господен, братья и сестры. И как это важно, иметь это. Иногда, когда приходят похороны, и мы приходим на похороны, и бывают такие моменты, когда ты не знаешь, ну, что сказать на этих похоронах. Жизнь прошла в старости этого человека. Он умер, а жизнь его была, но не была насыщена Господом. Я не знаю, почему. Может быть, мы плохо знаем, но некоторых мы хорошо знаем. Жизнь прошла, как бы впустую, и ничего, казалось бы, не видно каких-то плодов. И тогда ты не знаешь, что сказать. А Давиде было сказано, что Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у него. И мы видим вот эти вот благословенные псалмы. Я сейчас читаю псалмы и дочитал до 70-го псалма. Просто читаю псалмы и читаю книгу Царств, четвертую книгу Царств. И сколько находишь вот этих благословений в этой книге, особенно псалмов. Этого Давида, благословенного человека, а его благословенная была старость. Дух Господень говорил через него. Иногда, братья и сестры, вот я в прошлый раз, когда говорил об одном человеке, который прожил 130 лет, это был священник, который прожил свою жизнь, и о нем написано, братья и сестры. Это вторая книга, Паральпинот, 24 глава, 15 стихом. Я коснулся в прошлый раз, но я хотел просто дальше прочитать, что о нем сказано. И состарился Иодай, насытившись днями жизни, и умер 130 лет было ему, когда он умер. Это тоже благословенная жизнь. И написано, и похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Знаете, ну, это замечали все. Это народ замечал израильский. И Дух Святой записал вот эти слова об этом человеке. Он делал доброе в Израиле для Бога и для дома его. Как это приятно, братья и сестры, вот читать эти слова. И поэтому и сверь-то его была особая. Бог выделяет смерть праведников, что написано, что его похоронили в царских гробницах. А вот другой просто хочу прочитать просто об одном царе, который умер. Это 2 Парлипоменон, 21 глава, 19 стихом. Я не весь стих читаю. Написано, когда он умер. И не сожег для него народ его в благовонии, как делал для отцов его. 20 стих. И опять не вечный стих. И отошел неоплаканным. И похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Смотрите. Это царь. Вроде должна ему особая почесть. Но нет. Бог не зря это подчеркивает на страницах священного Писания. Не сожег для него народ благовоний. Не сделал, как делал отцам. Царям. Ему этого не сделали. Он отошел неоплаканным. И похоронили его не в царских гробницах. Это не было оказано честь такому человеку. А для этого человека он делал доброе. Братья и сестры, как важно в нашей жизни делать доброе. Делать вот в церкви, где мы находимся, доброе. Делать на работе, где мы находимся, чтобы тебя уважали. Это важно, братья и сестры. Придет время, когда вот это добро, оно возвратится к тебе. А бывает, старость приходит, братья и сестры, как читаем, вот миллионы людей, когда наступила эта старость, они прожили жизнь свою не так, и они находятся в одиночестве. Они забытые. Они оставлены. И как скорбно смотреть на таких людей. И есть вот эти вот старческие дома, где они находятся и сидят. Знаете, их вид отсутствующий, когда жизнь, она прошла вне Бога, братья и сестры. Не связана ни с домом, ни с служением Богу. И оно видно на людях, написано на лице, что нет вот этого благословения. Они одиноки, забыты. Не только всеми соседями, но даже бывают и своими детьми очень часто. И один человек написал такие слова на одном старческом доме. Смотрите, написано как. Написана вот эта вывеска. «Блажен тот, кто понимает наши дрожащие руки и неуверенные шаги». Люди, может быть, отворачиваются, хотят как-то уйти. И как бы вот они говорят, чтобы помнили их. «Блажен тот, кто знает, как мы напрягаем слух, стараясь услышать вас». Знаете, вы, наверное, испытали тогда, когда у человека теряется слух. Это мой друг, которым вместе служили в армии, он полностью лишился слуха. Я даже не могу сейчас с ним поговорить по телефону. Но совсем молодой, лишился слуха. И знаете, нужно не сходить к таким людям. «Блажен тот, кто всегда помнит, что наши зрения притупились, и речь наша медленно». Нужно не сходить к таким людям, братья и сестры. «Блажен, кто это все понимает и кто это видит. Блажен тот, кто всегда помнит, что наше зрение притупилось, и речь медленно. Блажен тот, кто не заметил расплескавшего кофе за столом». Знаете, иногда вот эти моменты, столько таких моментов, это в жизни произошло. Когда отец, когда дрожат руки, пришла вот эта старость, и он хотел взять и расплескал ту тарелку на скатерь, разбился в стакан, и вот сноха его переселила в домик себе и положила ему железную тарелку. И как было скорбно для отца. И сын ничего не мог сделать, знаете, потому что он не мог, он не был как хозяином в семье, и это было скорбно для отца. Блажен, кто это замечает и не делает это упреков. Блажен тот, кто не говорит, «Ты уже рассказывал мне об этом». Иногда действительно наши родители пока мы с ними находимся, они раза три-четыре нам хотят рассказать одно и то же. Знаете, они не помнят этого. Нужно не замечать этого. Просто общаться с ними, молиться с ними, как-то вместе рассуждать с ними. Блажен. Вот это было, вот эти вот фразы были написаны. Блажен, кто это замечает и не сходит к этому, братья и сестры. И как хорошо, что у нас есть такой Бог, братья и сестры, когда мы читаем в Салом 70, 9 стих написано, «Не отвергни меня во время старости, и когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Братья и сестры, слава Богу, что Бог создал нас. Он любит нас и в молодости, и в старости. Он поддерживает, Он охраняет, Он благословляет, Он заботится о нас. Я вспоминаю, когда мы жили на Дальнем Востоке, и там была одна бабушка, она из православных пришла в церковь. Она так молилась о Богу, вот такие у ней молитвы были. Она так называла Бога, Боженька, «Спасибо тебе!» Вот такие молитвы у ней, такие слова были. От нее все дети отказались, и когда она уверила в Бога, сказали, что «Ты предала нас». И даже, знаете, ее взял один совсем неверующий человек. И она жила в том доме у неверующего человека. И вот приходили к ней, ее привозили на собрание наши братья и сестры. Она была особым благословением в старости. И, не знаю, может быть, сейчас она ушла в вечность, но она на собрании всегда молилась Богу в старости, насыщенной. Много ей было лет, такая невзрачная в платочке бабушка, но была благословением на наших служениях, ее прекрасные молитвы. Слава Богу за это, что есть такие люди. Еще, знаете, братья и сестры, Исайя, 46 глава, 4 стихом там написано тоже, которые слова, я думаю, что это по духу моему, я думаю, по-вашему, слово Божие так написано, «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я тот же буду носить вас, я создал, буду носить, поддерживать и охранять». Вот такой наш Господь. Он всегда будет заботиться о нас и в старости, даже тогда, если оставить все наши близкие и родные. И придет время, когда мы, как вот читали в прошлый раз, «Помни создателя внеюности твоей», и потом перечисляется, когда придут вот эти трудные времена, и когда, знаете, твое зрение притупилось, когда руки твои дрожат, когда ноги нет силы, и прочее перечисляется, и потом говорится, «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал ему». И человек уходит, когда Господь поддержит его, благословляет, и готовит его к переходу, как в 22-м псалме, «Если пойду из долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Он будет руководить, он приведет нас к этой вечности. Еще бы хотел обратить на одно место Священного Писания, тогда, когда наше зрение притупилось, смотрящее в окно, как написано в 12-й главе Экклезиаста. И когда мы читаем, помните, когда Израиль состарился, я хотел прочитать несколько стихов из этой жизни вот этого благословенного человека Иакова. И написано, «Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему и поцеловал их, обнял их, и сказал Израиле Иосифу, «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих, и отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли, и взял Иосиф обеих Ефрема в правую руку против левой руки Израиля, а Монасию в левую против правой руки Израиля подвел к нему, но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, то есть меньшему, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасии с намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец и благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам, Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков всех, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множестве посреди земли». Смотрите, и вот этот стих, «И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема и прискорбно было ему это». И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Монасии. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Знаете, вот это вот слово прискорбно стало. Ведь у него зрение потерял, он зрение потерял. И Иосиф сделал так, чтобы правая рука была на первенце. Он все это сделал, но он почему-то взял и переложил руки свои. И он, наверное, подумал, папочка, ну, как же ты так смог? Ну, знаете, как бы, ну, понимаю, ты в старости, прискорбно это было ему больно. И он, смотрите, мы читаем здесь, сказал отцу, «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, ибо от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат, будет больше его». Знаете, казалось, Иосиф подумал, что это по старости, но у них вот этот Дух Божий, что он был как пророк Божий, он внал все это и наперек это сделал, а ему было прискорбно. Как, знаете, иногда, как вот при Давиде, в нем вот этот Дух Божий живет, слово его на языке его. Иногда мы пренебрегаем, пренебрегаем, может быть, старшим поколением, но у них есть опыт, на них Дух Святой, который говорит и сегодня возвещается из уст их сегодня вот это слово. «Знаю, сын мой, знаю». Он знал, а Иосиф допустил вот эту ошибку. Слава Богу, что есть и в нашей церкви не так много таких старцев, которые сегодня учат вот это слово Божие, которые жили вот этим словом, и оно несет сегодня это благословение и в нашу жизнь, и в жизнь в наших церквях. Я вспоминал, как-то смотрел, может быть, ну, может быть, лет 10 назад нашего братства в России, когда было, ну, как, наверное, съезд какой-то, и когда вечером на служение, как служение, там жили все в палатках, и они проводили каждый день служение, и молодежь вышла петь песни, группа сестер вышла, какую-то такую песню спели, и братья там на гитарах играли вот с такими волосами, и вот один служитель, который был пресс-фитер, уже на пенсии, вышел вперед и высказал, братья, что это такое, знаете, им стало неудобно, они быстро сменили, и братья, которые были там, сразу других поставили, музыкантов, и все, знаете, вот этот старик, который бодрствовал, который прошел тюрьмы, ссылки, и был служителем, он высказал это, что так не должно быть, слава Богу, что есть такие старцы, которые могут научить, могут остановить, где хорошо и где плохо, иногда и в наших церквях может это случиться, что есть такие старцы, которые могут, которые еще живы с нами, которые могут научить добрым, и мы должны учиться, знаю, сын мой, знаю, они знают, как поступать в этой жизни, и поэтому, слава Богу за это, я благодарен Богу, что в нашей жизни, в небольшой нашей жизни, отрывка, которую я прожил здесь, мы тоже похоронили некоторых братьев, которых я очень любил, Иван Нифонович, который был очень благословенный, Асеев брат, мне очень, очень нравился, такой простой, открытый для всех, мог и с детьми поговорить, и обличить тут же тебя, и ты принимаешь, потому что вот доброта была в нем, и поэтому сегодня вспоминаешь о добром служителе, или Виталий, брат, который не так давно ушел, вечность, тоже была доброта и благословение, который был служителем от юности, он служил Господу, был служителем, много совершил доброго для церкви, для Дома Божия, и поэтому, когда он ушел, много приехали братьев посетить, как бы утешить родных и близких, и порадоваться, что он теперь с Господом, из книга пророка Исаия, 57 глава, первым стихом написано, праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, мужи благочестиво восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла, Бог восхищает таковых людей, которых старость прошла благословенной, а теперь им приготовлено вечное царство к нашим Господам, и хотелось им и для себя взять этот урок, чтобы наступает это время, готовиться к этому дню, чтобы ты был добрым, был благословением не только для своей семьи, но с теми, с кем я нахожусь сегодня в церкви, стараясь быть добрым на работе, быть благословением, и пусть Господь нам поможет, моему возрасту, и кто-то может быть постарше, готовиться к этому дню, когда наступит вот этот последний стаб старости, быть готовыми, что придет это время, и Господь сказать, войди в радость Господина моего, пусть Господь поможет нам быть благословением в церкви нашей, в наших семьях, пусть имя Господа прославится в нашей жизни, помолимся Ему. Аминь.